Мичманы и офицеры Каспийской флотилии торжественно встретили экипаж малого артиллерийского корабля Волгодонск, который вернулся из Баку, где состоялась неофициальная встреча глав двух государств Владимира Путина и Ильхама Алиева. Малый артиллерийский корабль Волгодонск вернулся из Азербайджана, где завершил программу неофициального визита. Из состава 73-й бригады Каспийской флотилии были назначены для похода два корабля. Кроме Волгодонска в Баку был отправлен ракетный корабль Дагестан и базовый тральщик Магомед Гаджиев, которые тоже вернулись в точку базирования в Махачкале. Город очень понравился, столица Баку. Встречали очень гостеприимно. Пройдено, как сказал командир корабля, более тысячи миль. Задач было множество. В первую очередь, это демонстрация флага на Каспийском море российского и обеспечение официальной делегации президента Российской Федерации в республику Азербайджан. И обеспечение встречи двух глав государств. В составе Каспийской флотилии Волгодонск стоит уже два года, но это его первый заход в иностранный порт. Поход состоялся довольно успешно. Пройдено было, как я уже сегодня говорил, более тысячи миль. Экипаж достойно выполнил задачу. Все в отличной форме, морально-психологическое состояние. Отличные экипажи. Поэтому ставлю экипажу оценку «отлично» и по ходу оценку «отлично». В настоящее время российская Каспийская флотилия состоит из 14 боевых кораблей и катеров, в том числе двух сторожевых кораблей «Татарстан» и «Дагестан», двух малых артиллерийских кораблей Астрахань и Волгодонск. Волгодонск – второй корабль проекта «Волгодонск», спущен на воду 20 декабря 2011 года. Маг вооружен одной 100-мм артиллерийской установкой, двумя 30-мм арт-установками, двумя пулеметными установками, одной пусковой установкой зенитных ракет «Гибкая» и пусковой установкой «Град». Жанна Алиева, Вячеслав Ирмовский, Новости, 24 Астрахань.